СВЦ Что нам выгодно? Непонятно, скажу вам так Абсолютно непонятно Наверное лучше, чтобы выиграли Яхом Потому что если выиграет Манкис У них будет 3 победы Последняя игра, М5 их уже никак не догонит Ну а Яхом с М5 будет по сути решающая игра И в случае поражения там точно М5 пролетает А вот если выиграет Яхом То там есть варианты При которых может быть даже поражение в матче с Яхом М5 выведет в полуфинал Но, грубо говоря, будет тяжело В любом случае нужно будет выигрывать Выигрывать в матче Пятого тура У команды Яхом Команды Москву 5 Очень нужно будет выигрывать Итак, за Радиант играет у нас команда Манки Бизнес За Дайр у нас играет Яхом И мы видим баны Антимах, Бестмастер, Спектра, Броу Рейнджер В бане от Яхом Раста Чен, Шейкер и Пак В бане от Манки Бизнес Ой, наоборот То есть это наоборот Ну и через Фуриона будет играть Яхом Это дело они умеют Через Фуриона играть они умеют Бланар, Лич, Патма Первых 3 пика у команды Манки Бизнес Ну и Винранер, Винга, Фурион у Яхоум Идет время у Яхоумов Ждем их четвертый пик Это Дум Всем вам я еще раз напоминаю Чтобы вы заходили на канал В1ЛАД в Мирке Вот этот чудесный канал Здесь сидит огромная куча приятного и забавного народа Вы можете написать, например, Джастеррору Что он не очень Можете написать Мизокульту Что он не очень Можете написать даже Камвизми Что он не очень Можете написать Веспири Что вы бьете в дули и так далее Ну короче Можете писать всем, что хотите Тут весело Тут очень забавно Тут всегда прикольно Так что заходите Общайтесь И вставайте здесь Также напоминаю Чтобы вы следили за репортажом с турнира На главной нашего сайта На Киберарен ТВ Видите, идет репортаж Это для вас экстримчик Оставляем свои вопросы для меня Для команд здесь в комментах Здесь полный репортаж Турнирные таблицы Расписание сегодняшних и завтрашних матчей Состав всех команд Сидите Сидите Здесь На нашем стриме И параллельно общайтесь С лучшими Из лучших Итак Возвращаемся мы Собственно в игру Мы видим, что ответили Тайтхунтером Ну это уже будет Гэнкбэнк Гэнкбэнк Мегастрет Гэнкбэнк Мегастрет от Мигеля Горячего чайку Попиваю И вам рекомендую Полезная штукенция Вообще Горячий чай Я бы даже сказал Очень полезная Мы видим Тоби там В нижнем левом углу Приукрашивает Своего Тайтхунтера У него такой Карманный Тайтхунтер Имеется Как у Дэнди Имеется Карманный пульш У Тоби Имеется Карманный Тайтхунтер Ну и ждем 10 секунд Уэйхоум Сэм Шест Пат Шатыры Это Enigma. Самый черный Black Hole. Мы знаем, что у ПГГ. Но мы также знаем, что и китайцы умеют играть в доту. Да, интересные пики у E-Home. Абсолютно любое может быть расположение линий. Тут и можем мы ожидать и Соломид в Эрку. И можем ожидать вообще лесную Энигму. Можем вообще увидеть 3.1.1. При том, что сложная может быть никого. А Энигма будет леса. А потом сложная после Солринга. Мы можем, не знаю, видеть какой-то бешеный роуминг. Ну и у нас есть Энигма Фурион. Это тоже очень серьезный пуш-потенциал. В то же время, в то же время Манки Бизнес. В то же время Манки Бизнес более, вы знаете, стратегия такая, ориентированная на то, чтобы закончить игру на 25-й минуте. Манки понимают, что им нужно выигрывать быстро. Они очень долго выигрывали в М5. Если случится ситуация с одинаковым количеством побед, поражений у трех команд, то Манкисам будет тяжело. Но вообще ситуация такая, что если Эхом выиграют и у М5, и у Манкис, то у Эхома будет 3 победы. Больше 3 победы не наберет, могут набрать только Манкис. Как бы М5, если проиграет Эхом, то скорее всего им каплык. Ну, будем смотреть. Все будет зависеть от той самой игры, которая начнется в, кстати, в 18.30 по Киеву, в 19.30 по Москве, для тех, кто в жесточайшем тупо бронепоезде. Плюс сейчас Слардарыч. Слардарыч и Баланар в одном пике. Слардаром сегодня Эхом уже мудохали. Отмудохают ли еще раз? Будем посмотреть. Итак. ЕСВАЦ. Четвертый тур. Поехали. Банки Бизнес против Ехом. QQQ играет на Фурионе. Икс будет на ВРке. В миде, наверное, Арс играет на ИНГ. ПЦТ на Венге. И НУЗ на товарищи Думи. Так, отлично. Тут вызвал двух этих. Трентов просто супер. Которые застряли и не могут выйти. Вот это уровень. Это настоящий уровень. Вот показывает нам Тоби, что вообще неплохо было бы этих трентов отправить вот туда. Но, к сожалению, такого не будет. Калкус пишет Good luck. Это значит, что он играет на Тайде. Эту тему он уже спалил. Я думаю, я не ошибусь и скажу, что Энжел будет играть на Патме. Мигель играет нас на Баланарыче. Мы видим Энжел, Патма, Мигель, Баланарыч. Так, и ой-ой-ой, ПЦТ надо здесь цеплять. Вы смотрите, идет и Мигель врывается на него. Но и Станчик должен быть на Сардану. Есть Стан, и это ФБ. Нет, ВРК связывает Тайд, догрызает. Ой, боже. Все в кучу собрались. Здесь же Дум. Лич, боже. Лич не качал ничего. И на Нуза тоже напали. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Какие проблемы сейчас у Линка. Линк пытается бежать. Мигель на развороте. Ой, Винга подставится под Войн. Курва, матка, не убили. Не убили, не убили, не убили, а могли. Ах, ара, забавное начало. Ара, завози. Отличное начало. Выгружа, Пилсинара. Фурион у нас идет все-таки в сложную. Будет он там стоять против Энжела. Ну и в миде у нас будет что-то непонятное. В миде у нас будет Икс на Верке, как мы предполагали. Ну а здесь будет Дум. Ну и три соло лайнера будет. Плюс Фурион и Энигма. Ну что ж, Тайтхантер Слардар. В миде Мигель против Иксан. Не самый лучший вариант, но в принципе играбельный. Ну удачи. Манкис еще с жару зададут. Кстати, Калкулус забыл мышку на последнем Метал Челлендже. Она есть у меня. Надо бы ее где-то продать. Или на каком-то конкурсе разыграть. Мышка Калкулуса. Пусть станет чемпионом МЕСВЦ, тогда я буду продавать подороже. Лиса фармит. Мы видим Арс. Фурион там тем временем внизу против Патмы. Ну и в миде Баланарыч против Икса. Против Икса стоять ну такое. Вы знаете, мне очень приятно, но можно все-таки. Тем более Баланаром против ВРки не самый, конечно, лучший лайн получается. Можно было бы, не знаю, попытаться как-то... Ну хотя Баланаром против Налегкой против Фуриона было бы, наверное, не намного лучше. Было бы, точнее, я бы сказал, намного хуже. Но есть огромный плюс. Есть огромный плюс в том, что имеется и Слардар и Баланар. То есть таких два довольно опасных стрэнджевика, да, которые, по сути, при правильной игре, при определенном количестве нужного фарма будут приносить просто нереальные плоды. Даже, да, тот же Дум, который, по сути, своей, да, плотный и бить будет тяжело, он будет разваливаться под Баланаром на ура. 14-1, видимо, у Энигмы, но это лесные. 10-5 Сларда, 12-5 Найт Сталкер. Вот то, о чем я говорил. Прекрасно просто. 12-5 Найт Сталкер и 7-1 у Икса. Вот так вот нужно стоять. Ну вот Дума вообще 6-1. Отлично начали Манки Бизнес. Действительно хорошо. Вот тут повершотом не попал. Ну, Баланарыч, Бигель нормально так себе стоит. Чувствует себя довольно уверенно. Есть у него баночка, порегенится в случае чего. На 4-ой минуте попытается законтрить руну. Ну, я думаю, сверху пойдет чекнуть какой-то тайд и будет все нормально. Вот здесь бы больше экшена, конечно, было бы круто. Попытаться цепануть кого-то. Как-то. Как не ясно, но как-то. Пока Энигма еще лоу-левел и пока не появляется она на линиях, надо бы что-то придумать. Я надеюсь, придумают. Итак, Энигма мы видим выходит. Ну, Энигма будет и дальше в лесах стоять. Не стоит ожидать от нее прямо сейчас каких-то вылазок. Я даже на 100% в этом уверен. А еще я уверен на 100% что секунд минут через 8 я пойду и своему соседу раздолблю мозг потому что он в воскресенье в 4 часа дрелью стену долбит. Кусок упыря. Убивать таких надо. Так, Мигель, вы смотрите, напал опять на Иксуа и нарезает его как больно. Будет ли еще один флойт? Да, будет 2 секунды. Нет, 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 там Реген, Линдран и тут Мигелю нужно немножечко улететь, прилетает Кю-кю-кю-кю. Мигель нечем прохавать дерево. Прошивает его и ФБ делает команда Яхоум. Яхоум, Гигабайт, Кю-кю-кю, Профет. Проливает первую кровь. Не знаю, как это сделать, но у меня почему-то дома Дота 2 стала русскоязычной. Меня это абсолютно не припирает. Перевод там Малеха Раковый. Ну и он не Раковый, по-смешному звучит как-то. Так, прошли у нас маленькие спайки и я надеюсь сейчас попустит. С Ол Ринга мы видим Энигму 5-го левела. 300 голды и тангусики. Спайк, 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 спайк. Тапок прилетел Иксу в мид. Так, все, хватит, хватит сейчас отбуферит и все нормально. Вот кажись, да, отпустила. Отпустите меня в Гималайи, отпустите меня насовсем, а не то я завою, а не то я залаю, а не то я еще кого-нибудь съем. Так, это мне не нравится. Черный экран. Черный экран смерти. И стал опять белый экран. Ну, слава богу. Лайфид опять работает, это хорошо. 1-0. 5 минут 30 секунды, 5 минут 40 две секунды точнее, игры уже прошло. Видимо, Энегма 5 лейл, Винга помогает ей фармить. Так, ну, вот эти лаки мне очень не нравятся. Мне очень-очень не нравятся. Что происходит у нас на карте? О май гад, холи швид. Витя Энджел прессует немножко QQQ. Старфолы, как всегда, они у него замаксены и не дает спокойно жить. 6 минут ровно сыграли и началась первая ночь. Будет ли какие-то попытки команды Манкис реализовать эту первую ночь? Было бы неплохо бы. Нота очень активно играет трипла по сути. По сути, они не нападают, поэтому, я думаю, стоило бы, наверное, Тайду или Личу или вообще вдвоем куда-то сходить, не знаю, погулять, попытаться пойти вниз, помочь тут против QQQ постоять и Энджелу. Но что-то такое, ведь у Профета появляется банка. Ну, не банка, а урна. Лич дал новую здесь и, смотрите, еще и Гаш, минус Армор, но Слардар забил на это дело. Слардар забил на это дело, здесь рядом была Винга, и поэтому не цепанули Дума. Вот Дума, Косарь 200, есть тапок щиток. Неплохо, неплохо. Стоит себе Дума, и вы видите, напрягает здесь Слардар. Ну, давайте его цепляйте, что же Слардар не топнул? Маны не было. Мигель, вы видите, где Мигель будет пытаться гонгировать сейчас, но вот спали в нас слишком. Кикикю под вторым тавером, тут ему ничего не сделать. Да, Слардар без маны был на стан, абсолютно не было у него ее. Так, за счет того, что он выглядел здесь иллюзиями, видите, Энджел немножко подпушит линию. Ну, а в Миде ХПА стоит пока 1. 7,5 минут, 1,0. Не хватает экшена, нужно больше экшена нам. И чем его будет больше, тем будет лучше. Пошла уже 8 минута, Думу летит, я так понимаю, Виталити Бустер, да. Вот он, Виталити Бустер у Думченко есть уже. Ну и там сейчас будет встреча на верхней руне. Так, Алклус наверх пойти. И как, значит, пойти наверх? Минус 2,0. Долетел, Кю-кю-кю прилетает. И тут же Войт, Гашли начинает избивать здесь Фуриона. Энигма рядом спасет же. Нет, не спасает. Отлично, есть первый килл. ПЦТ, и сразу вот Трюзази, Слардар стал по двоим, может быть. Энигма, Баш проходит, отлично. Энигма, до свидания. Энигма, до свидания. Нет, даблкил делает Мигель. Браво, браво, найс, найс, найс. А тут что творит Энджел? Энджел ловит Вингу. Ай, Икса тут с ДД, Баланар, ну! Ну, давай, 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 там еще будет Мана, будет еще Мана, давай, ты должен, Мигель. Отпевается, Сайленс, есть Мигель, Киликспри, бежать, Фурион здесь, не закрывает, трипл килл Мигель, а Фурион не закрывает. Вот это да, отлично. Мигельчик, хорош, хорош, Киви, с прогиба синего. Если бы Тауэр там так быстро не переключился, можно было бы что-нибудь Вингу там зацепить. Но Тауэр быстро переключился. 3-2, Манки Биза впереди. Отличная первая ночь, трипл килл Баланар. Ну что, Урна Вангвард, поехали. Поехали жарить этих китайцев. Если китайцы сейчас проиграют, ну тогда в матче против Йохоума им надо выигрывать в любом случае. Но там будет уже интересная ситуация в том, что СГЦ может догнать и будет действовать уже таймрейтинг. Посмотрим. Фуриончик, только что из Тавены. Икс оттуда же. У Икса, мы видим, есть уже накидочка. Будет медленно, уверенно идти в Мекку. Так, Дум. Под Амплифайм. Так, Энигма идет. Осторожно, осторожно, Линк, Линк, осторожно. Стан Энигмы. Будет ли поджигать его? Нет, не будут. Здесь Фурион. Вот, теперь просто с руки убьют. Тут Микель. Тут Микель. Блэкхолл по двоим. Есть еще сюда одно ТП. Сейчас закончится Блэкхолл. Низ нарезает. Смотрите, пытается уйти. Зацепите Нигму. Нигму сбрили. Да, доминейтинг уже имеется. Кю-кю-кю. Давай, 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 будет мега килл. Будет мега килл у Микеля. Нет, Ангел забирает. Ну, отлично. 5-3, красавцы. Манки Бизнес. Завози. Завози это мясо. Хорош, Манки. Хорош. Десятая минута. 5-3. С Вангвардом Дун-Дун ушел. Там сам завязал эту драку. Единственная в живых осталась. Он как умный сразу. Не пацаны. Я бэк. Вы это разбирайте себе. Ну, а Фурион с Нигмой отправились. Опять в таверночку. По второму разу. Прощу за Мэтт. 5-3, Манки Бизнес. На 11-й минуте ведут. И Баланар Доминейтинг имеет в первую же ночь. Урны нет. Есть ПТ. Ну, урна, понимая, это Кулинка. Или нет урны вообще? Если у команды нет урны, блин. А Артстайл бы там поесть, если бы так без урны было. Да, Ванек? Если ты меня слушаешь, тебе огромный привет. У меня есть для тебя новость. Напиши мне Ваську. Так, ПЦТ. Тут получает гаш. Баланарчик. Тут же войдет. Да, сведос. Товарищ, я байд. здесь прессовать его. Лич дает ульт. Прям в одну точку здесь прилетел. Ихстайд ультует по двоим. Сбрили. Сбрили его еще. Тут сюда еще одно ТП идет. Фурион прилетел. Убивать Фуриона надо. Убивать Фуриона. Пусть Икс уходит. Черный экран. Смерти Тоби. Мать твою, Кеноби за ногу. Верни нам. Верни нам. Верни нам изображение. О, великий. Лич убил Профета. 8-3. Отличный план. Все нормально. Все нормально, пацаны. 8-3 ведет. Ведут Манки Бизнес. 12-ая минута игры. И Слардарыч с Баланарычем не собирается просто так это дело прощать. Сейчас нужно пойти туда по Тавре всех убить просто. Энджел. ПТ. Здесь Энигма. Солринг. Базилка. Тапок. Энджел там ПТ. Был в Райсбенд. Больше не было, по-моему, ни-че-го. Эх, Гагабайт Ку-Ку. Не тот Ку-Ку, который из Питера. Настоящий Ку-Ку. Кто взял? Тайд. Из-под носа в Р-ке увел Инвизик. Калкулус. Красавчик тоже. Опа, опа. Гуш. И напали, напали, напали. Сайленс успеет. Да, Тайд рыбой по голове. Минус Икс. Очередной килл. Сейчас 9-3. Тоби. Да что ж такое со стримом-то, а? Что ж такое за видеофидом? Пом-пом-пом-пом. Па-бум-па-бум. Надеемся, мы все, что отпустит, отпустит. Бывали у нас про лаги, но обычно они проходили, а тут мы видим, что что-то лагает очень жестоко. 12 минуты игры лагит. Смотри, какой Старфол залагал у нас в воздухе. Ладно, я сделаю рефреш. Сделаю рефреш. Может, поможет. Давайте, давайте, давайте. Бери, да, вот эта табличка. Ага, Тоби тоже реконнекция. Это у Тоби были проблемы. Ах, главное, чтобы реконнект был не так, как в прошлый раз. Вы помните, реконнект и минус 5 в ту же секунду. Да, вот теперь разлагало. Мигель, есть урна, есть урна, без зарядов. Ну, мать твою за ногу. Ну, что же это такое? Так, Икс подбежал тут к нему. Рядом Калкулос. У Калкулос пока ульт на кулдауне уличат тоже. У Баланара он ему пока не нужен, потому что еще ночь. Пока еще. Здесь три героя команды и Хоум. Будут пытаться выйти, наверное, ближе к Таверу. Но пока весь пуш, потенциал, Энигмы и Фуриона мы не увидели. Линейного Тавера и Хоум мы не убили. Правда, Манки Бизнес тоже. Он сейчас будет первый. Выходит сюда. Тайт! Тайт! Гуш в Вингу! Слардар! На спринте! Встань! Встанился! И здесь... Какой ульт Тайт Хантера Ильича! Вот это да! Минус три! Отлично! Калкулос ворвался просто. А ГБ! Сюда! Ред Баттон и Габелла троим. Отлично! 12-3! Манки Бизнес! Вот вам команда, как некоторые на форумах писали и отзывались в интервью. Второго эшелона. Вот вам команда второго эшелона. Хотя, вы знаете, может, это и Ехом команда второго дивизиона. А Манки Бизнес и М5 первого. Кто его знает? Посмотрим, посмотрим. Сегодня у нас еще эта игра и еще одна. Но пока 12-3! И отлично играет МБН. Отлично играет датчаня. Просто красавцы парни. Команда была создана из двух команд после развала ММО. По сути, датчанам было много свободных. Мы взяли двух из НЕ ПЕНТИА, трех из бывших НЕВО. И вот создали такую команду. Команду друзей. Команда уже хорошо о себе заявила. Напомню, были они финалистами девятого сезона Intel Challenge. Заняли второе место, проиграв у М5. Поэтому неплохие, неплохие. Так, здесь мы видим банка в Райсбенд, Касарь 600, ПТ, ТПшка, Мэджик, Вонт. Так, и вниз, Патмушечка. Вниз, вниз, вниз. Баланар. Нет, это Баланар. Казалось, что это Патма. Патма тоже здесь. Патма делает ТП на другой. Чуть-чуть Тауэр. Ну что, будет пытаться дать какого-то невероятного леща? Надо бы. Так, наверху там пацаны фармят. Ситуация такая, что сейчас, по-моему, хватит фармить уже Манки Бизнес. Сейчас нужно идти убивать. Просто идти, убивать Пятерых, убивать Тритауэр, убивать Рошана и сносить Трон. Дум, вы видите, есть у него почти в Фейсбудс. Есть у него Вангвард. Что у Линка? Покажите нам еще раз, что у Линка. Идет Слардарыч. Покажи нам. Вот Слардарыч. Слардарыч тоже с Вангвардом. Смотрите, Башик прошел. Еще раз можно топнуть. Топни, возьми ему. Нет, не будет топать. Подамплифаем. Он и так его хорошенько прорезает, вы знаете. Деняет первый Тавер Яхомы. Делает это Энигма. Так, здесь Икс в Инвизе гонится за Энджелом. Что-то пытается придумать. Связали Энджела. Нашивает его. Здесь же Фурион. Энджел должен отпрыгнуть. Энджел должен отпрыгнуть. У него что, нечего прыгать? Ой, Боже, спрятался. Ааааа! И вышел из Инвиза. Кик-кью. Забирает этот килл. И будет попытка забрать сейчас Тавер. На нижней линии. 35 секунд не будет Энджела. Я не думаю, что Манки будут здесь навязывать драку. Хотя Дум наверху против Слардара. Но без Слардара тоже драться будет тяжело. Поэтому минус Тавер. И по Таверам станет счет 1-1. Мы видим тут в углу экрана гнилую рыбешку. Это значит, где-то рядом есть Тайд Хунтер. Тайд уже с ультом. Тайд уже с ультом. Слардар, вы смотрите, вместе с Баланаром здесь напали на Дума. Мигель Викетсик. Красавчик. Вот так вот они его будут разрывать просто. Под Амплифаем банку повесил. Ооо, Войды давай-давай, нарезай. Вангвард у Мигеля. Урна Вангвард, Артстайв, привет. Говорит Мигель. Слардар что, тоже урна Вангвард? Или без урны? Кюкюкю прилетел на топ. Где? О да, тут без урны. Тут Вангвард ПТ. БКБ можно дальше делать и выигрывать. 13-4 Манки Бизнес. Вот такие вот эти китайцы. Не такие уж они и грозные. На тренировках они выигрывали у Нави, я наблюдал. Но и проигрывали. Так что, то есть, 4-2 они там сыграли, по-моему, за два дня шесть матчей. И 4-2 был счет в пользу Юхоум. Ну, вы знаете, были, ходили такие вот не то что слухи, а мнение, что основным фаворитом является даже не Хоум, даже не Нави, не М5, а именно команда Оранж. Я в этом сомневаюсь, поскольку ребята от ЕСТЦ играли всего две недели назад и была первая дота, поэтому на вторую доту они тратили не столько много времени, как, например, те же Нави. Все, у Дэнди там сыграно нереальное количество игр, ну и я считаю главным фаворитом турнира все же Нави. Скорее всего. Почти Мека у Верки. Дум, тысячи голды после фойзов. Иогракс чей-то есть. Здесь Энигма и Фурион. Так, нужно с Лордару уходить уже. Так, все, с Лордару вафли, залетает сюда, поджигает его, начинает избивать, пытается нойти, тут еще стан Энигмы, еще раз сработает. Да, ну тут еще и Блэк Хоул, боже, вот это много дэмиджа, надо же, чтобы его убить. Дум, Блэк Хоул, два стана там, ого-го, все что можно всунули. Ну, Манки Бизнес в миде забирает Тауэр, Баланар побежал, тут напугал Верку, поэтому и не сейвили они с Лордару, но в принципе они бы его и не засейвили. Ну и Мигель забрал. Мигель, Лурн, Вангвард, ПТ, здесь, будет ли Глиф? Нет, у Глифа Энигма, отменили, отменили ТПшку. Видите, забрали, забрали Ехоум и Тауэр, отменили ТПшку. Да, ну по Тауэрам стал счет 2-2, но по киллам по-прежнему 8 килов разница. 13-5. Нужно навязывать драки сейчас в Манки Бизнесе, они в разы сильнее. Просто нужно идти и навязывать драку 5 на 5. Сделал-то нет, непонятно. Так, Баланар, палец сейчас под вортами, видим появился у него еще бустерочек, будет делать агоним. ХП там много. Верка уже с Меккой. Ну и Слардарт. Показался такой, бегу! Не, 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 назад давай. Нельзя. Так, в Инвизе у нас Икс. Видите, на ней на низу тусуются более холмы, здесь возле нижней руны вдвоем. Дом по-прежнему там сложную прибивает. Вот, собрались вместе сейчас Манкис, но не хватает все равно Кошака. И Нима будет делать БКБ, а БКБ ей нечем сбивать, да, нечем. Фурион пушит эту линию, Фурион через Мидас. Ну, опять-таки, это плохо. Чем больше времени будет у Йохоум, тем сильнее они будут становиться. Дум, Фурион будут фармить. Видите, две линии фармят сейчас Йохоум и ничего не делают. Вот показывает, куда идем на Фуриона. Ну, там ворды, там ворды, и Фурион все это увидит и улетит. Да, то есть показывал Риз, по сути, внутриигровой капитал. Команды преимущество 3000 голды немножко падает. Потому что Йохоум мы начали фармить. И Манки Бизнес им это дают делать. Двадцатая минута. Не надо давать это делать сейчас Йохоум. Зачем? Ну, конечно, да, сказать легко. А сделать тяжелее, 105 на 1 с Энджела. Крипстат, давай какой-то лезь, чтобы залетел. Давай, 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 давай. Ой, есть, Икс поймал. Икс поймал. Станц Лордара, до свидания. Ой, Калкулус. Да ладно. Дредкап, что ли? Да, Ультанол здесь тает в пустое пространство. Не очень, скажем так, не очень получилось. Так, и побежали дальше ловить. Баланар должен идти уже сюда. Забирать этот Таур нужно по фасту. Причем желательно очень быстро. В спинку позади. Можно и пойти и на второй даже. Вы знаете, Дум внизу. Дум внизу Дум 2-300. Мы видим, улетела Патма в мид. Сюда к Фуриону Старфольчик, который по Фуриону даже не проходит. И забирает Таурочек на лече. Ну и Дум фармит. Дум фармит. Это плохо. Что, пойдут на Т2 Таур? Да, пойдут на Т2 Таур. Ну это правильно. Дум по-прежнему фармит. Опа, опа, опа. В спину. Ух, если получится. А был бы Смоук. Был бы Смоук, был бы рай. Смоука нет. Профит убивает Таур. Ну и не знаешь, что делать, манки-бизнес. Да что ж ты такое? Что, на Дума и на ВР подкинулись? Да, на Дума и на ВР. Там Сайленс. Сюда же ТП. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прилетает сюда по ЦТ. Отстанивается. Здесь же Энигма. Баланару надо жить. Слардар. Тут один против четверых получается в Думе. Все. Бросать надо Слардара. Лич ультует. Блэкхолл Энигма по двоим. Минус Слардар. Минус Риз. Да, вот то, что это за бред. У них было 100 вариантов гангануть. Они пошли убивать под второй Таур. 14-7. 1300 у Виндранер. Энджела в игре мы не видим. Он фармит. И Монта Стайл у него сейчас будет, конечно. Это хорошо. Было бы неплохо, чтобы они где-то как-то вместе что-то попытались сделать. Тайдер Контапок. Есть Смоуки. Баланар мы видим Огаракс. Осталось там меньше 2000 до Аганима. БКБ у Энигмы. БКБ у Энигмы это уже очень плохо. Нужно что-то придумать, чтобы ей сбивать. Ну, или пытаться через Хекс не давать. Вообще в БКБ включить. Фармит Энджел свои леса. Тем временем 25-ая минута игры идет. 14-7 по-прежнему в пользу команды Монки Бизнес. Но в последних минут Если нам Тоби опять показал графики, я думаю, там Ехоу мы уже по фарму догнали, а то и перегнали. В последних минут 6-7. Игра идет полностью под диктовку команды Команды из Китая. Да, ну в своих лесах сейчас Ехоу мы видим втроем пушит линию Кю-Кю-Кю. Вот есть у него, видите, ультимейт торм, есть ПТ-шка, Медасы, 4 заряд на урне. Ну, тут же Сентриса будет таскать чувака. А Монки Бизнес не знает, что делать. Просто не знает, что делать. Они отлично начали, не шикарно начали, но не знают, что с этим делать. Это как Too Late в свое время в восьмом сезоне Intel Challenge. Начинают играть хорошо, а дальше, блин, включают непонятку и просто ходят по карте и не знают, куда себя деть. Почему так? То ли опыта не хватает, то ли стальных яиц. Тут сразу и не скажешь, чего именно. Так, Икс в Инвизе опять. Свои Лиса и Хоум дают немножко подпушить линию Манки, чтобы драка опять была где-то на своей половине. Ну, то, что Энигма БКБ мы знаем и знаем, что здесь уже есть Сакрот, скоро будет Радианс. К 30-й минуте Радианс уже будет. Ну, и будет плохо. Будет действительно плохо. Эх, ну, и показывает нам, что формят Ехоум и все, что могут. Манки Бизнес бегают кто где, делают непонятно что, боятся выйти далеко за линию. Ну, ребят, ну, уже, может быть, знаете, может быть, уже и даже поздно создавать экшен. Уже нету этого бешеного преимущества жестокого Найт Сталкера и Сларда. Вот сейчас ночь как бы идет, вторая, ну, и что? Мы Найт Сталкера даже на карте не видим. Вот у него ДД, окей, Патма там фармит, Найт Сталкер где-то себе бегает. Просто вот бегает по своим лесам, боится даже на линию выйти побить Крипову, а то вдруг там Ехоума. Не круто это. Так, что у Фуриона? 1300 голды. Дум ждет свой Радианс. С Радиансом это уже очень опасная хрень. Ну, Дум и так опасная хрень. Ну, с Радианцем. Да, больно на это смотреть, потому что счет 14-7, такое начало, так классно. И Ехоумы опять включили Ехоумов. Ну, и сейчас уже будет тяжеловато. Хотя по-прежнему, видите, Дум 1-3, 1-3, Нигма, Винга 0-2, 2-3 ВР, там по 3 кила только у у Фуриона одного. Есть рецепт на Радик уже у Дума. Скоро себе принесет Радианция. Игра ставит веселее. Для китайских фанатов только. Для нас она веселее не будет. Чем занимается Манки Бизнес в последних 10 минут игры, я не знаю. Абсолютно мне это непонятно. Ардар. Что-то фармит. Что фармит? Ну, БКБ, ну. Окей, тут Монтастарь, Монтастарь 800. Энджел знает, что делать под мой. Просто делать демидж дилера. Дружище, там же будут хиксы и все остальное. Прибежал Баланар. Рошана забирайте временем Ехоу. Монки Бизнес знает об этом? Да, и на хосте побежал Энджел. Взял левелап и побежал. Успеет ли? Энджел, давай Эрол. Отличный Эрол. Ай! На себя принимает удар. Надо, надо уже туда прыгать. Надо! Тайд должен ультануть по всем! Тайд! Отлично! Рошан упал. Дум взял Аэгис. Тут Ультли сейчас залетает поздно. Минус Профет. Минус Дум. Сбрили Аэгис. Надо убивать Энигму в БКБ. Сейчас встанет Дум. Дум встал. Энджел умрет. Энджел улетает. Здесь же Кю-Кю-Кю уже жив. Там Байбеки. Массовый Кю-Кю-Кю. Еще раз Таверна отправляется Дума, пацаны. Дума или Икса надо убить. Икса зацепил Баланар. Слардар бегает от Дума. Слардар должен топнуть. Сейчас Дум спадет с него. Баш! Баш! Ах! Мигель. Мигель. Трипл килл. Это много в много. Я не знаю, как это сказать. Это очень много в очень много. Счет был 14-7. Стал 20-10. 6 в 3. Ох! Вот это да! Вот это да! Слардарич был с БКБ. Вот это драка! И Ихоу мы получили по щам. Ихоу мы получили по щам. Некоторые даже дважды получили по щам. Кто-то выкупался при бегам. Отлично! Отлично! конечно, зашло все. Отличный ульт Тайда, отличный ульт Личай, отлично завис стрим. И отлично развис стрим. И опять отлично завис стрим. Вообще оффлайн показывает. Ага, это Тоби дропнул, я вижу, из игры. Будет сейчас он делать реконект. Тоби, Тоби, Тоби! Делай реконект, дружанин! Давай, давай, давай! Нам нужен реконект! Нам нужно досмотреть эту игру! Вот, есть уже реконект, 32-ая минута игры, счет 20-10. И оп-оп-оп, чина-оп! А мы спеваем, оп-оп-оп-чина-оп! А мы танцуем. Хорош! Нет, не хорош! Так! Свардарыч с БКБ мы видели, Аганим есть уже у Баланара? Должен быть! Должен быть! Он только что намутил еще пару триплкилов. Патма купила себе Демонедж! Будет опять делать МКБ! Тут Радианс! Мы уже видели! Таверна уже отправлялся с этим Радиансом! Энигма БКБ уже 8 секунд у нее длится! Хотя, кстати, не знаю, работает ли эта механика в доте! Второй, по-моему, работает! Так, гем здесь у Икса, полк, толкал, МКБ ПТ тут никого не загонгирует уже Банки Бизнес 20-10 Даже 5 на 5 все равно они в разы сейчас сильнее Не нужно давать этим Ехомам включить стиль А давайте-ка поиграем еще 40 минут Чтобы вы помните против ВГ Так, тут проблемы у Энджела Давай, дружище Находит он ККК и упрыгивает отсюда Нормально Нормально Остается в живых Там было просто три героя и могли быть проблемы Дум в Инвизе Дум в Инвизе Ух Так, Мигель 3000 и купил себе Гиперстоун Есть Аганим и 3000 сверхаганима Я думал еще Аганим нету Конечно Баланарыч просто борода Слардарыч тоже неплох 2100 Что-то герочек или что-то другое Просто будет подъезжать на спринте Далеко видите отсюда некоторые игроки Манки Бизнес Были бы ближе было бы круче Мы видим что Энджел на здесь возле второго тир 2 Тавра тусуется Лич мы видим Риз в миде Баланар тоже тут в миде Также и Тайт чуть-чуть подальше отсюда Слардарыч в своих лесах формит Ну собственно вы по цветах можете начинать учиться что синий собственно как это было в первой доте это первый слот Второй слот это собственно Слардар как видите наверху это такой бледно-синий он Слардар в своем лесу Третий слот это фиолетовый это Энджел который он на левой линии сейчас на топе возле второй линии Желтый это четвертый слот это Лич Борис в миде бегает и оранжевый это пятый слот собственно ничего не поменялось розовый фурион но только хрестики очень тяжело цвета разбирать 1200 1200 еще полторы куска до МКБ Энджелу 34 минута вот игра идет такими вспышками то есть идет 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 экшен потом перестал идти экшен идет экшен перестал идти экшен ну что что такое ну хотя в принципе понятно дум 3000 баланар делает кирас или что типа того зачем гем эксу не ну тоже понятно ловить этих пацанов которые там под ультом под мы будут еще заходить не раз тут по-прежнему нет хекса 3000 голды хекса нет у фуриона 35 минута для Китая для Эхоум это конечно многовато так ВРК Энигма подтягивается сюда наверх к Профету Манки Бизнес живмиде только Слардар пошел чуть-чуть пофармить еще низ интересно что себе будет собирать Слардар просто копить на Мессер Тараску или может быть в натуре покупать какие-то экшен айтемы ну по типу того же блинка посмотрим так фуриона есть на хекс фуриона есть на хекс он сейчас полетит его купит вот вы видите да есть хекс вот стоун из тех став летит уже к фуриону тайт хантер против которого этот хекс будет очень часто юзаться чтобы он не смог зайти и ультануть на всех как обычно тайт кстати тоже там 16 левел плотный пацан так здесь эхоум собрались ну и будет ли monkey business здесь или не будут наверное нет да вы видите они будут пушить показывает angel что пушьте туда ребят пробуйте убить дума уходу в натуре можно сейчас убить а здесь фурион поджигает слордара поджигает слордара вы смотрите фурион получает массу демеджа слордар тоже за фурионом ой 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 как успеет сбить или нет ай поздно чейн фроз летел буквально там ноль не знаю ноль ноль одна секунда чайник влетал уже который бы сбил но не сбивает в итоге лечь покупает даггер и включает драга тринадцать драга тринадцать тоже даггер в финале асса покупал лечу эх эх могли могли цепануть показал навриз что он умеет блинковаться молодец затестил хаткейк красава братела вообще братюнь красава хаткейк минута пошла игры, и Яхоумы, грубо говоря, тянут время, ну потому что они сейчас фармят, разводят там по линиях разным, где-то кто-то напал, отбежал, напал, отбежал, то есть никто нигде не умирает, счет прежний, 20-10, с той драки на Рошане, БКБ у Дума, вот вам и второе БКБ, вот вам Смок, и Яхоумы что-то задумали. И Даггер у Энигмы. Ну что же, Манки Бизнес. Где Манкис? Вот Манкис. Понимают они, что что-то здесь не так. Что-то слишком тихо. Как в фильмах ужасов, тебе не кажется, что стало слишком тихо. Да, мужик, мне кажется. Дум с БКБ, Энигма с БКБ, Энигма еще и с Даггером, Фурион с Хексом. Ну и улетает, Миран с МКБ. Улетел отсюда Фурион, полетел фармить нижнюю линию, значит, юзнули Смок и просто постояли на месте. Потому что не увидели, кого на миникарте есть Манки Бизнес. Манки Бизнес тоже там по своим лесам. Вот Энджел побежал только отпушивать, отпушивать нижнюю линию, куда уже забежал наш юный друг Кью-Кью-Кью. И вы знаете, пошла уже сороковая минута. Патма в инвизе. И вы смотрите, Кью-Кью-Кью. Поймали, все. Тут ты уже точно никуда не уйдешь. Лич, хо-хо. Заблин канулся, и тут же Биан Гадлайк делает нас Мигель. Мигель еще ни разу не умирал, если я не ошибаюсь, правильно? 55 секунд. Нужно идти забирать Т2 Тауэр. Мигель еще, по-моему, ни разу не умирал. Так, а здесь Энигма и Икс подойдут под Т2 Тауэр по Миду. Но я бы шел, забирал Т2 Тауэр на месте Манки Бизнеса, а не Дэфить. Но все-таки они решаются Дэфить. Здесь, в принципе, Слардара бы с Тайдом хватило на ура. Дум. Дум в М740 голды, Энигма тоже, но тут с руки их будет. Нарезать АРУ! Ах, как опасно было. Если бы попал, это был бы минус Арс. Тут же Тайд бежит на МКБ. Тысяча голды у Энджела. Ну, а в Миде что? Юзнули Глиф и забили на этот Тауэр, да? А нет! Там пошла перетяжка. Они сейчас будут ловить. На улице Ночь. На улице Ночь. И здесь Ехоумы втроем тусуются. Бенша к ним прицепилась. Манки Бизнес. Видим Слардарз. Ой, далеко. Отрезали сейчас на две части команду Манкис. Улетать надо! Фурион здесь, да. Все, гоплык. Минус Энджел сейчас будет. Потом минус Рис. Дает новую. Энджел уходит. Юзает еще Манта Стайл. Ну, умрет только один Рис, видимо. Тпау, давай. Давай, дружище. А, он пытался Даггер сделать, но уже поздно. Убили, убили. Профета. Здесь, смотри, цепанули еще, цепанули еще Вингу. Э! Ха-ха-ха! Мигель! Урной домочили. Здесь плэк-холл по двоим. Ой-ой-ой-ой. Здесь Икс живой. Нарезает Арс, нарезает Нуз. Ки-ки-ки выкупился. Вернулся моментально. Его сбривает Слардар. Ух, там же вылетели тычки от Слардара. Икс, Икс, Икс получает дэмэджи. Мигель! Там банка висит на Иксе. Да, Мигель. Убивает его тоже. Нуз убивает Суши. Давай, 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 давай. Давай, цеплять, цеплять, цеплять Сейчас нужно еще Дума Здесь Калклус жив Калклус жив пока И Мигель, Мигель Цепанул Энигму Там нет Блэхолла Энигма, ТП аут Улетает Энигма Не спает ее убить Мигель Дум пытается убежать Получает гаш На нем Сайленс висит Нарезает Мигель Мигель Биэм Ряд лайк Байбэк Виндранэ 26-13 Долго я был еще 29-10 И опять размен 6-3 Вот так они играют Они по 6-3 меняются 6-3 6-3 6-3 Манки Бизнес Так медленно намекают Что Эхоумы Сейчас проиграют вторую игру Так медленно, медленно И уверенно намекают Тайт 17-го левела С пайпом 42-ая минута пришла игры Если Манкис выиграют То они 100% выходят из группы При любом раскладе Абсолютно Даже Ну ничего не может случиться Чтобы они не вышли из группы То есть даже если не проиграют У СГЦ Там Ну ничего не может Короче случиться Интересно Как играет Проверление матчной СГЦ Против Вайрус Очень мне интересно Кираса у Баланара Под фруст армором 16 плюс 22 38 армора Кираса Добрый день пацаны Давайте убивать Баланара У меня 38 армора Я 22 левел Да у меня Аганимур на Вангвард Еще гейм я у кого-то забрал Тайтхантер покупает даггер Так ДД у Мигеля Рошана можно было бы убить Соло Соло Пойти навалять Люлей Рошана А что бы и нет Так Здесь ничего нового У Икса не появилось Делал он байбэк Фурион тоже После их Икса Абсолют ничего нового Но понятно что У Инингмы вряд ли что-то появится Да Рошана убивает Соло Мигель Подбежал еще и к нему Линк Под амплифай Минус армор Спалили Ну пофиг Рошана пойдет быстрее Рошан упадет быстрее Чем что-либо Вот падает Рошан Забрал Мигель Отлично Ой спануть Вингу убить Спануть Вингу и убить Вот все А Вингу еще вытолкали Отсюда Здесь Лич Лич не отпускает Спанули Вингу убили Икс убегает на Виндране Сейчас закончится у него Виндран Вот закончился Виндран Так Тавр надо забрать Спокойно Не спешим Ребята Сейчас не надо нестись Сейчас нестись именно не надо Сейчас просто спокойно Монотонно В стиле Нави Идем Ломаем линию Ломаем вторую Вот тут разлетаться На вот эти разводы Ребят там Фурион У нас всю игру будет так разводить Так тут что Тут Айкалкулуса связали Слардар БКБ здесь Виннигма Блэйхолл затянули Слардара Здесь с другой стороны Убивает Кю-Кю-Кю Убили Кю-Кю-Кю Там пытается Выжить Слардарыч И выживает Слардарыч Да ладно Мигель там уже делает Я не знаю какой килл подряд И побежал Мигель Рис Цепанул Икса здесь С Даггером Такой попрыгунчик Лич Тайд с ультом Тайд с ультом Еще и к тому всему Маны маловато Нужен Аркантапок Там есть у Тайда Аркантапок Нужно поджить Немножечко пацанов Т2 Тауэр по миду падает Кю-Кю-Кю Понятное дело Что без байбека 28 на 13 Есть фортификейшн Задо не будет фортификейшн На Тауэр Т3 Который будет на базе Мигеля уже Ему просто как Медоеду Ему на все срать Это Медоед Ему на все срать Так же и Мигелю Ароу Мимо Мимо Так Дум в Сайленсе Убить Тауэр Не надо нестись Не надо нестись Тут минус армор Так Бьем Тауэр Нету фортификейшн Заходит Энигма Она без Блэкхола Это знают Заходит Энигма Просто бросает сюда розочку Получает массу дэмэджа Мигель Немножечко пробитый Так под этой розочкой Связали его Тайд Добрый день Уважаемый товарищ Меня зовут Калкулус Я умею прыгать и ультовать Хо-хоу Отлично Тайд Заваруху устраивает Едва и проходит Опять баш Вы смотрите Свапает Дума Дум выживает Здесь Икс сейчас умрет Икс сейчас умрет Связали опять двоих Там Барак уже один умер Мигелю Мигелю на все срать Я уже говорил Бараки упали Один упал Один упал Барак И блинкаут делает тайт 28-13 46-я минута игры Е-хоум Чемпионы ЕСВЦ На грани от второго поражения И Вы знаете Если они проиграют второй раз Ну в принципе Ничего не меняется У них будет 1-2 У М5 2-1 И все равно все будет решаться В последнем матче То есть В последнем матче Если Хоум выиграет То у них и у М5 Будет по 2-2 Но за счет личного матча Проходить дальше будет Ихоум Но Но ребят Если сейчас параллельно матче Выиграют СГЦ Если сейчас параллельно матче Выиграют СГЦ У них будет тоже 2-1 И СГЦ В последнем туре Будет играть с Манкис И если СГЦ С Манкис договорятся То и М5 И Хоум Уедут домой Ха Вот это расклад Потому что И у СГЦ И у Манкис Будут по 3 победы А М5 И Хоум Будут по 2-2 иметь Вот это расклад Вот это нас ждет Последний тур Ребята Как же жаль Что мы не сможем наблюдать Правильные игры Но все равно Напомню еще раз В 18.30 по Киеву В 19.30 по Москве Ведь Тараска появилась Уже у Мигеля Теперь ему точно На все срать Еще и под 4-м Фрост Армором Так вот В 18.30 по Киеву В 19.30 по Москве Йоу Москов 5 Завершающая игра Первой группы Ох Это будет весело Ладно Но это Это будет потом Даже когда Стоит Голый трон Это еще не значит Что их вам проиграли Баланарыч Ночь Побежал Рис тут что-то покупает Баланар что-то Затусовался Семь в леса Нормально Потуплю тут Кираса Ванвар Турну продал В принципе Уже конечно Не так юзабельна урна Агоним Кираса Вангвар ПТ Тараско Отличных 5 лотов В 6-м Гем ТП нам не надо Ну и мы видим Очень далеко Кстати отсюда Находится Энджел И там в миде Его сейчас Могут поймать Да Летит туда Фурион И что Ловят Энджела Тот липается И уходит оттуда Красавчик Это я смотрю На мини-карту Что Тоби нам этого Не показал Просто армор На Мигеле 17 плюс 24 Добрый день Ребят 41 армора Как дела 41 армора 4022 хп И Регена Тараски Ну как оно А плюс Агоним Ну такое Такой герой Себе Такой Итак Манки бизнес Там есть глиф Просто тупо Забегает на хг Начинает бить Тауэр Слордар Очень сильно Арау Ой попадает Викса Арау Слордар Залетел в него Стан тут же Хо-хо-хо Разлепило Ты как его Подожгли здесь Энджела Нужно убивать Здесь Дума Быстро Дум Сколько дэмэджа В него въезжает Дума Отъезжает Забирает с собой Энджел Энджел Байбэк Энджел Байбэк Нет Энджел Не Байбэк Энджел Умер Его иллюзией Там убили Тауэр Здесь тем временем Кю-кю-кю Тайд вошел Ультанул Лак Энигму Надо убивать Сбивает Ей Отлично Отлично Энигма Сейчас умрет Мигель За ней убивает Энигму Кю-кю-кю Здесь бьет Мигель А Мигель Дерется с Энигмой Сам умер Сбили ему Годлайк Наконец-то Первая смерть Ну и что Здесь остался Риза Остался Калк Остался Линк И вы смотрите Низ едва с живой ПЦТ бьет Здесь Линка Да неужели Ехом отобьются Сейчас 3 в 3 И бараки стоят Закрыли Линка Кю-кю-кю Дерется с ним Тайд здесь Дает гаш Вошел Риз Риз пытается раздавать Какой-то демод Сейчас умрет Линка Убили Кю-кю-кю Убили Кю-кю-кю Риз дерется с Калкулом Уже просто вдвоем Цыпанули ПЦТ Умрет ПЦТ Должен умирать сейчас Винга Умирает Винга Тайд Доминейтинг Боже Просто Тайд Вместе с Личом Вдвоем разруливает ситуацию Пока Энджел и Мигель мертвые Продолжается прессинг На команду Ехоум Но Ехоум И на этот раз Не потеряли бараки Опять-таки На байбэчились Но бараки не потеряли Патма БКБ 20 кг почти разница Классные игры Мы сегодня смотрим Классные игры Мы сегодня смотрим Что Первая игра была Была очень классная С точки зрения тактики В исполнении команды Манки Бизнес Потом СГЦ Ехоум Без слов Потом Манки Бизнес М5 Ну в принципе игра была скучная Мы просто болели за М5 Ну и сейчас Тоже классная игра Ну а ждет нас вообще еще Хит дня Ехоум М5 Просто хит дня Так сразу всем говорю Ребят Завтра в 10.30 Так же как сегодня В 10.30 по Киеву Начинаем мы смотреть Группу Б Матчи Нави Матчи Orange И спорт Матчи казахской команды Некст Киезет Так же Геймерс Лиг Команда 4GL Будет играть Ну и Шведы X-Rangers Либо 3X Как они там сейчас называются Вот этих 5 команд Конечно группа послабее Чем сегодняшняя Но все равно будет интересно Конечно же Ну и вообще Во вторник у нас ЕСВЦ закончится Поэтому не знаю Прогуливайте школу В Украине я знаю Здесь каникулы у нас Школьники Отдыхают Прогуливайте университеты Забивайте на работу Так цепануть сейчас Попытаются эту Энигму Нет Нет пошел Баланарыч Цепанул Энигму Здесь же лично Соленца Энигма Да Свидос пацанчик Клич Килинг спри 35-15 20 кг в разнице Боже что творят Манки бизнес Что творят Манки бизнес И второй раз Слардарычем Трахают ехоумов Ну и Как говорил нам НС в интервью Слардарыч не проканал Против М5 В исполнении Сранича Так здесь Просто бараки Юзается Глиф Просто бараки Наверху несут Видите Регенится бараки Очень сильно Так крепыш на базе Почему Убиваются бараки И сейчас и на топе Упадут бараки Отлично Остается только Одна линия Уехоум 52-ая минута Тп-аут Энджел Тп-аут Также линк Там кто-то ворвался Там кто-то ворвался Да Там сбили Ну зря вы это сделали Пацаны Потому что Ваш лтайд Ультанул Браво Калкулус Браво Калкулус Браво Команда Манки Бизнес Шикарная игра Тайдом Что не говорить Просто Шикарная игра Тайдом Им как Медоеду Не знаете О чем я говорю Поищите пожалуйста На ютубе Медоеду На все ссорать 52 минуты С копейками Заняла эта игра Падает Трон Тут Кю-кю-кю Еще игрот Играет На линии Здесь Good game Well played Манки Бизнес Манки Бизнес Третья победа Подряд Вайрус Дота Москов 5 И Ехоум Уже Легли Перед этой командой Остались только СГЦ Перед Манки Бизнес И так 17-2 Мигель 6-0 Калкулус на тайге И 20 ассистов MVP матча Однозначно Вау Ну что же Я сделаю сейчас